Приветствую всех, дорогие друзья! У нас сегодня будет довольно-таки необычное видео. Во-первых, по хронометражу оно будет длиться целых почти что полтора часа. Это как бы во-первых, да? А во-вторых, в этом же есть плюс и минус. Плюс, конечно же, конечно же, в большом хронометраже это один плюс, но есть другой существенный минус. Дело в том, что во время записи у меня ShadowPlay не подцепил звук моего микрофона. В итоге полтора часа моих комментариев вообще, сука, не записались. Говорить о том, что я просто-таки взбежен и вообще просто у меня траур, это не сказать ничего, потому что, само собой, вы понимаете, да, то, что комментировать полтора часа вот этого вот всего, это реально испытание, сука, на выносливость. И, блин, я был очень сильно взбежен, когда это узнал. Вот, само собой, поэтому особого смысла все это перекомментировать абсолютно нету. Вот, я долго думал, что же сделать, как же выйти из положения, но без комментариев же не делать же, правильно, чтобы, как бы, не было неинтересно, да. И поэтому я так решил и подумал, слушайте, а почему бы вот эту вот серию не сделать, скажем так, такой познавательной чуть-чуть? Почему бы, в принципе, вот фоном у нас будет защита города, да, пальмы многострадальной от вторжения мавров, само собой? И почему бы под это дело, например, нам не поддискутировать, не поговорить, в принципе, о Византии. И на помощь у меня как раз пришел Юрий, Юриец, вот, и мы с ним договориться, давай, типа, на хорну хотя бы в течение часа обсудим Византийскую империю. Я, на самом деле, сам как-то мало подготовился, но, я думаю, сейчас по ходу дискуссии поговорим, там, о самой Византии. Дискуссии, ну, ты, конечно, скажешь тоже, дискуссия. Ну, в конце концов, мы с тобой не профессора, а не на консилии, не такой вот исторический, чтобы тут вести дискуссии. Ну, надо жесть положение, сука, выходить, блин, вот, все-таки, поэтому, да, назовем это дискуссии, да, и там вот мы, короче говоря, мы сейчас, в ближайший час будем просто общаться, и, ну, насчет Византии, а фоном вот будут идти та осада. Вот особая связь с тем, что мы будем говорить и с осадой, не ищите, вот это просто, как бы, такой временный вариант, скажем так, решения проблемы, потому что, как вы понимаете, комментировать часовую осаду, это ужасно, утомительно. Вот поэтому, поэтому мы, блин, начнем. Ты мог бы поставить какую-нибудь, знаешь, такую музыку спокойную, не знаю, возможно, какие-нибудь песнофения или... А, песнофения, я не знаю. Служи войска переходят в наступление, а наоборот, византийские какие-нибудь какие-то... Тогда это точно никто не будет смотреть, это че за наркомания, твою мать, ты что, укурился, блин, ты что-то нанесешь в какую-то дичь тянущуюся в этом духе, нет, поэтому пусть видео будет хотя бы с пользой. Итак, говорить мы будем про Византию, и давайте начнем, наверное, с самого начала, да, и, собственно говоря, что мы знаем про Византию, откуда она появилась. Византия вообще, она сформировалась в 395 году, вследствие окончательного раздела Римской империи, после смерти императора Феодосия I. А Феодосия I, это, по ходу дела, был последний Римский император, ну, целый, еще единой Римской империи, после него уже, как бы, все, она разделилась на западную и восточную, на эти две части. Спасибо, кстати, в Википедии, потому что я через Википедию это все читаю. Вот, и совсем менее чем через 80 лет после раздела Западная Римская империя, она прекратила свое существование, и Византия осталась, ну, исторической и культурной преемницей Древнего Рима почти, на протяжении почти 10 столетий, история поздней античности и Средневековья. То есть она, получается, кончилась в Византии только в 1453 году, когда османы взяли Константинополь. Вот. И, собственно говоря, ну, давайте поговорим, то есть о начале, о становлении Византии, то есть что насчет этого может нам Юрий сказать? Даю ему слово, потому что он сейчас подготовился в основном. Я буду только задавать вопрос его, по большей части. Не то, чтобы он подготовился, тем более, я тоже не являюсь каким-то профессором истории, но если ты уж хотел так поговорить о Византии с самого начала, то нужно вспомнить, конечно, предпосылки к какому-то такому разделу империи на две части, что ведь изначально все, собственно, все это дело началось, когда Диоклетиан, император, он установил в империи Доминат, и империя там, она была разделена, грубо говоря, на четыре части, в каждой из которых правил Август, и совместно с ним также еще и Цезарь. Или Цезарь, и совместно с ним Август, я точно говорю, точно не помню, какая из этих должностей и звание было выше. Ну и да, в 395 году помер Феодосий, оставил после себя двух своих сыновей. Гонорий, Павлова, да, и кого-то еще. А, Аркадий Культ, точно. Аркадий Культ. Гонорий, собственно, правил на западе, а Аркадий на востоке. Ну, нужно сказать, что ни Гонорий, ни Аркадий, они не являлись, так скажем, славными императорами и не обладали теми качественными, которыми должен обладать настоящий правитель того государства, как Римская империя, потому что Гонорий, любимым времяпрепровождением Гонория было разведение домашних кур на его имение рядом с Равеной. А любимым развлечением Аркадия было посещение... Ну, он, как бы, иногда переодевался, иногда просто шел в город, ты посещал разного рода таверны. А, ну, понятно. Ну, в общем, занимался тем, чем занимается богатый. Ну, понятно, и еще в дотку играл, понятно. Ну, если бы он играл в дотку, я думаю, и византийский не существовало бы в 20-30 лет. Но, тем не менее, естественно, что опекунство над Гонорием и Аркадием взяли люди более сведущие, более старшие. Если говорить об Аркадии, который был императором Восточно-Римской империи, то это был Руффин, который... Да, Флавий Руффин, кстати. Да, ну, он, естественно, был таким восслабленным товарищем. Вдобавок, не был прочно ложить лапу, скажем так, на какие-то государственные доходы. В общем, разводил в какой-то степени коррупцию при управлении страной. Ну, кстати, я еще хочу допомнить, кстати, вот Флавий Руффин в начале прохождения, да, я, кстати, что сделал, я специально, короче, повел Аркадия на гунов, чтобы он умер, вот, чтобы поскорее Флавий Руффин занял кресло императора. И, кстати, вот именно при Руффине у нас империя так очень, так и неплохо разрослась, и потом после Руффина я поставил Вере Фунарии, вот при Фунарии прям вообще прям золотой век был, вот поэтому да, Руффин... И, кстати, я что-то не помню, Руффин, он вроде как, он... Что-то, по-моему, про Руффина говорили, или я что-то помню, или я что-то не помню, вот поправь меня насчет этого. По-моему, Руффин, он не был вот именно таких римских кровей, у него даже что-то, что-то, что-то типа вот варварских кровей что-то он был, если я не ошибаюсь. Честно говоря, по этому поводу я не могу тебе это сказать, потому что конкретно про Руффина я когда особо не читал, но я, может, не читал какие-то ремарки в следующий день. Ну, это вполне возможно, потому что все-таки даже на Востоке у многих достаточно деятелей у них были не только арамейский или греческий, греческая кровь, но и там варварская. В Византии там это были, например, и савры, ну или тоже готы. Там и армяне были, но это же позже, да? Если мы будем говорить об историческом Руффине, то его, собственно, закололи войска, ну верные Флавию Аркадию, потому как Руффин, он, ну вот в 395 году было восстание готов, Аларик там разорял сначала Иллирию, потом хотел пойти в Италию, но туда пришел стелекон, он прогнал Балканы, Аларик разорил Балканы, ну и в общем все это дело улаживал сам Руффин, но в то же время он, имея серьезное влияние на Аркадия, как пока тот был еще отроком, подростком, уже когда Аркадий входил возраст, более такой зрелый, 16-17 лет, естественно, хотел освободиться с твоего влияния, и когда Руффин возвращался в Константинополь с группой воинов, Аркадий вышел его встречать к воротам, также со своей свитой, и с народом Константинополя, и затем в какой-то момент Аркадий неожиданно смешался с толпой и начал просить помощь народа, говоря, что вот, Руффин хочет узурпировать власть, убить, собственно, наследного императора, ну и помогите, ну и народ, естественно, был распален, Константинополь, и стража Аркадия Руффина заколол кинжалами, почему Константинополь, вот от чего Аркадий уже стал править сам, без такого тесного надзора его, да, я просто помню, знаешь, я смотрел, когда, ну, фильм Аттила, гунн, да, там, а вот этот Аэций был, типа, про него там говорили последний достойный римлянин, он же там тоже, типа, помогал, ну, типа, западно-римской империи, там, против гуннов, а в итоге ее потом там тоже захерачили, там, по-моему, то ли мать вот того этого императора, который там был, там, подговорил. Из телефона, который долгое время держал западную римскую империю от неизбежного падения, его тоже в результате заговора, заговора обезглавили. Хотя с телефона, с телефона сам пытался привести дворцовые интриги, но тем не менее, закончил он так же, как большинство тех, кто начинает угры престолов, именно, собственно, головой на флахе. Ничего удивительного, да. Ну, и в те времена уже, я так чую, с императорами толковыми была проблема, была явно их недосдача. Ну, не то, чтобы в те времена, понимаешь, с императорами, в любой империи с ними всегда проблем, потому что, если император хороший, он действительно обладает верными качествами, он грамотный как стратег, понимает военное дело и в то же время уделяет внимание государственным правлениям, то страна процветает. Да, как было, допустим, при Юстиняне, при Иракле, при Василии Благоробойце. Но в то же время, если император полное ничтожество, и его интересуют только виной распутлые девки, естественно, в империи не будет никакого порядка. А как подготовить хорошего императора? Его отец, которому он должен передать, собственно, это наследование, он должен заниматься этим. плотно воспитывать его, стараться привить ему какие-то ценности, либо у него должен быть хороший наставник. А если император, допустим, является вдышимся полководцем, он, как правило, отсутствует в походах, ему сыном некогда заниматься. Если император является сильной личностью, то он, как правило, тоже проводит какие-то реформы, ездит по стороне, издает законы. И опять-таки, дитё остается без присмотра, и очень редко, когда в истории у сильного отца императора были также его сильные наследники. И вот можно, например, привести пример, ну, я, в принципе, не очень согласен, там можно поддискутировать, но как Александр III и Николай II, например. Александр III был действительно одним из, можно сказать, наиболее выдающихся и лучших императоров XIX века России, его боялись в Европе, одновременно называли миротворцем, потому что ни одной войны Россия не была на противении управления. Ну, а Николай II, ну, так, конечно, случилось, что во время управления в России начался глобальный пиздец, но тем не менее. Все-таки он не обладал как бы теми качествами, которыми обалдал его отец. Ну, это, ну, это довольно часто, примерно, довольно частный пример в истории. Даже, не знаю, тот же Цезарь был, протежит Цезаря во многом как-то Цезарь его чему-то там обучал и в какой-то степени воспитывал, а тем не менее тоже, как говорят, нанес удар кинжалом на ступенях Сената. И ты, брат, это знаменитая фраза. Ну, это фраза из, господи, какого-то, то ли Шекспировского, по-моему, да, не знаю, там... Нет, это фраза из цитат экранов загрузки Первого Рима. Да, понятно. Так, ладно, мы там на Византе остановились, короче говоря, мы там узнали то, что, короче говоря, вот эти вот Гонорий Аркадий были не очень-таки дальновидными прорывителями, вот, и в итоге там потом, что, в итоге выяснилось, что Аркадий потом этого самого, этого, как его там звали, твоего, да, да, Абекуна просто шпохнул. Что было дальше? Что было дальше? Дальше Аркадий начал править сам, но правил он, не знаю, не то, чтобы долго, что около, ну, порядка, там, 15-17 лет, если не ошибаюсь, ну, затем была очереда различных императоров-наместников, если не ошибаюсь, был Юстин, потом... Ну, там был Юстин Первый, в общем, ребята управили, кто-то там проводил какие-то законы эти, проводились теологические, трения, создавались соборы, в общем, и империя византийская, в принципе, процветала, как это там и сказано в загрузочном ролике, хотели, что, да, там, вот, что-то там, от островов Эллады до, что-то самых восточных земель, там, византийская империя процветает, потому что, да, выгодное положение Константинополя, на котором сходились все торговые пути, обширные, восточные, богатые земли, которые достались на среде Византии, однако здесь необходимо упомянуть, перед тем, как переходить к первому золотому веку Византийской империи, правлению Сутияна, то, что отличительной чертой восточной империи всегда были очень горячие теологические споры и прения, и практически все свои населения, даже от самых бедняков и заканчивая императорами, императрицами, они всегда старались принимать такое ярое участие в этих теологических спорах, поэтому было очень много ересей, там, и сильны были сначала арианские ереси, потом монофизитские ереси, в общем, с ними боролись, были иконоборцы, которые сначала заняли главенствующие позиции, их поддерживали императора, затем свергали иконоборцев, то есть это то, с чем неразрывно связана история Византии, и то, с чем переплетается правление фактически каждого императора, потому что фактически каждый император Византии, он принимал какие-то ключевые законы, там, запрещал ту или иную ереси, покровительствовал, наоборот, какой-то там другой ереси, или, наоборот, не покровительствовал ни одной ереси, покровительствовал только, собственно, греческой церкви, которая, естественно, станет православной. То есть это такая отличительная черта, можно сказать, этническая, которая характеризует общественную жизнь Византийской империи, ну, а затем, что Рим был благополучно, собственно, в 467 году уже в Западной Римской империи развалилась. С одной стороны, некоторые, как бы, ученые, они говорят, что, мол, почему считают, что в 467 году падение именно в Западной Римской империи, типа, и до этого Рим разоряли, там, и в 410-м, аларик там, с годами, и до этого стены к стенам, просто, сколько, тем более, было узурпаторов, соправители всяких солдатских, которые правили, но просто в 467, окончательно все. Он там последний, вроде, Ромул там, ну, варвар-то звали арест, короче, он не принял титул августа, то есть верхом императора, он правил, как бы, он называл себя Рекс, то есть король, то есть он не с, и все императорские регалии, он послал в Константинополь, сопроводив это письмом, что на императорский престол он не претендует, все он просто коротает. Поэтому считается, что это крайне легкое существование в Западной Римской империи, после нее в Западной Римской империи потихонечку, маленчику встала варварским крестом из Готов. Так, вот так вот. И потом, кстати, но в этом, как он, Ласт Роман, да, последние римлян, то есть мы это и видим, то, что Италия уже все, она стала под Ост Готами, вот, и вот такие дела, то есть и Велисарию потом надо будет, все дело будет потом освобождать тоже. Это да. Так, ну что тут, что можно сказать? Ну, в общем, подходя к эпохе правления Истиняна, в общем, ты как-то, помню, сетовал на то, что войска Римской империи, они похожи на бомжей, что мол, неужели не было там нормальных войск? Ну да, я там просто сравнивал с этими, но, типа, снаряга вот даже в том же DLC последний римлянин, вот у этой римской экспедиции, то, что там лимитаны вообще одеты были намного хуже, чем в Атиле, там федераты вообще тоже там какие-то чуть ли не оборванцы, короче, на меня произвели впечатление, там только эти бутсарии, вот эти вот топорники, так более-менее еще по снаряге, по экипировке, да, да, бутсарии, бутсарии, и все, то есть, неужели так все было плохо, действительно? Там не то, чтобы все так было плохо, просто армия в Византийской империи до фемной реформы, началась в 7 век, она состояла в подавляющем всем большинстве не из граждан этой империи, а из наемников-варваров. Например, в Велизарии, когда высаживался в Африке, его войско состояло из 15 тысяч пеших конных, и больше половины составляли наемники-гунны. О, как гунны даже. Вот, да. Так, ну, такой пример можно привести там. И были, понимаешь, всякие разные, то есть, от одного берега, там, от одного океана, другого, то есть, и франки, и готы, и всякие кочевники, вроде там бастарнов и прочих, и гунны. Разношоростные, короче, армия в основном была наемной, да. Те же вот эти бацеларии и юниты, которые там, 10 копеечек, по идее, бацеларии, насколько я помню, это что-то типа частных отрядов, которые вообще нанимались, ну, знатными людьми, там, в Константинополе и византийской знати, как бы, грубо говоря, для охраны просто иногда чистоте. Сила хранения чистого, да, стекало там 500-600 человек, и они могли, допустим, приказать им присоединиться к армии, или какой-нибудь военной компании, чтобы выразить свою поддержку императора. Ну, они как бы не были, да, в составе такой постоянной армии регулярно получаются. Конечно, они были хорошо экипированы, потому что там наемники все дела, им там платят, они сами профессионалы. Но, тем не менее, не знаю, нанимать стэк из бацеларии, наврядно, то есть, так можно было бы платить, чтобы 20 тысяч бацеларии. На битву. Ну, да, да. Не, аначе, было бы, было бы неплохо. Конечно, ну, в общем, Юстинян он родился, если не ошибаюсь, в 482-м, в 82-м году он родился. Юстинян, а 483-й. Ну, и 483-й. Ну, он родился во фраке, как и его отец, который был, собственно, начальником телохранителя императора Анастасия. До Юстиняна-то было Анастасии, его еще называли скучным, потому что он вошел на престол, когда ему было уже то ли шестой, то ли седьмой десяток, и он считался как бы человеком высокой морали, который никогда, грубо говоря, не воровал, всегда был ревностным христианином и прочее. И ему там народ сказал, что вот, да, мы там выбираем тебя, давай, правь нами, как ты живешь по благочестию. Ну, и, короче, когда он там запретил ночные всякие праздники, запретил соревнования со сберями, закрыл нахер, да, и, да, этот большой цирк в инпадромсках. А вот, короче, так, как-то подумал, что товарищ довольно скучный, товарищ, развлекаться не дает. Непорядок. Ну, естественно, это вызвало народное недовольство, а народное недовольство в Константинополе, оно обычно выражалось в каких-то... Все начиналось на ипподроме. А, точно-точно. Анастасия, появились партии синих, партии зеленых. Грубо говоря, полуполитические организации, которые различались по цвету возниц, участвовавших в заездах. Синие представляли вроде бы земледельческую аристократию, ну, и там, таких старых аристократов. А зеленые, они более такими новым промышленники, там всякие, которые представляли чиновничий класс. Ну, в общем, они постоянно срались на всех возможных почвах. И, в общем, тоже была история, когда они были недовольны Анастасием, он вышел на скачке посмотреть заезд, они начали там на него орать. Ну, надо дать должное Анастасию, он все-таки был благородным человеком. Он призвал толпу к молчанию, снял медленно диадему и сказал, что если вы хотите, чтобы я ушел, я уйду, но перед этим просто изберите мне достойного преемника, чтобы не было анархии в империи. Ну, и народ увидел, что да, на самом-то все-таки император у нас нормально, и как бы оставил его в правлении. Но, тем не менее, Анастасий, он как хотел выбрать своего преемника, потому что он жил очень долго, он разменял девятый десяток, все-таки никак не мог подготовить себе преемника. В общем, хера. Тем не менее, он был нескольцоверным человеком, и первый раз он сделал как? Позвал трех, как бы, юноши, которых он читал достойными звания императора на обед, приготовил три ложа, потому что римляне вознижали, наслаждались всякой пищей, и положил под одной из них, попросил слугу положить под одной из них пергамент с надписью Император, или правитель, в общем, так чтобы он не знал на каком ложе пергамент и в общем тот кто это ложе займет тот и будет собственно его преемником но дело в том что двое молодых людей которых он пригласил они составы состояли гомосетик они проще быть гомосеками и разряжали есть на одном ложе под которые подложили пергамент анастасий когда это увидел он очень сильно разочаровался когда узнал что такие дела из решил что тот кто войдет на его комнату в следующем утром первом тот и будет его преемником и это был отец юстиниан а юстин 2 2 был собственным начальником его охраны потому что истин 2 он был вообще не образован варваром фракийцам у которого не было там ну как пишет пишет про копий не чувство так то есть ничего ну грубо говоря вы просто здоровенным хранителем который мог давать башки и в общем он анастасий его стал готовить к регенству он даже некоторое время регенства над империей но он воспользовался этим чтобы вызвать собственно племянника юстиниан из фракии чтобы тот получил должное образование в константинополе и в итоге юстиниан стал начальником доместика в комнатном доместика одна из самых высших должностей в империи то есть он был тоже начальником телохранителей и потому что если анонс как бассейных лет проявлял недюжинный такой заворот львума и он естественно дядю прибрал к рукам грубо говоря можно сказать что все весь период регенства его дяди и это по факту являлся правлением не стенянка в тем как бы решал какие-то мать реформы такие устанавливают налоги то есть кто все уже активно занимался макс самостоятельный такой был парниш при том что то что жена юстиниану что жена его дядя они знают театр и феодора и жена его дядя они были циркачками и жена его дядя она вообще была рабыней наложницы он и уходу сделал спичь жены мне неинтересно дела творятся ну а ты думал мы в общем не стенян он тоже потом выбрал себе жена в супруге императрицы феодору о которой много чего говорят в разные историки одни описанник говорят что она была уж не такой уж прямо страшно там потаскуха и сам а вот допустим я могу зачитать тут отрывок из прокопия как он характеризует феодору смотреть когда феодор была еще слишком незрела чтобы вступать в плавы и отношениях женщина она действовала так как мог бы действовать проститутка мужчина чтобы таким неестественным образом свое время в публичном доме доме но как только она достигла зрелости поставил настоящий шлюх никогда не и хотя она использовала это не знаю но я зачитаю на стриме ну тут как бы лексика нормально но это звездец и хотя она использовала три отверстия в своем теле она обыкновенно жаловалась на это жена есть глянешь ты грубо говоря когда была в юности с ркачкой тоже там у нее мать была акробаткой отец что-то по дрессировщикам животных она до появлялась такой знатной потаскухой затем она вышла замуж из какого-то знатного гражданина тоже афурифа уехал с ним в африку в африке между ним произошла размолвка и она он ее короче вы выкинул сказалось мне уже такая жена типа яйца она собственно проделала путь обратно из африки через египет сирию раз себе кнопкой и считается что она как пообщавшись с различных патриархами александрийской антиохийской церквей она как бы приобрела в себе веру и собственно изменилась не полностью конец но после такого туда запросы да на наклонности стала женой и стене она кстати между прочим являлась но поддерживала партию синих а партия синих это были такие ярые православные ребята ну как поддержки не поддерживали ересь и поддерживали реческую церковь так это вот от того кто мне получается добавить дополнительно это задание велесарию давал да это бон феодора все там чужина же она с феодор этим общается ну там вели сария и потом потерпит но тем не менее есть не он он с чего начал он начал налаживать отношения с папским престолом с римом потому что тогда еще не было православной католической церкви раскол произойдет еще только через 500 с лишним лет но тем не менее уже размолвки начинались тогда допустим 484 году там сам римский сенат собрался и в общем постановил отлучить короче но пуску патриарха церкви чем-то он там не угодил но они про ли послов константинополь и никто не решался патриарху который был в милости у императора зачитать собственно это отречение в итоге сделали как один из прихожан церкви он приколол короче это обращение кризи патриарха когда тот обходил храм скадил некоторое время обнаружил на себе духовные лица отлучают от церкви после этого говоря папскому престолу византийской империи был выражен дизлайк вообще типа этом рот не развиваете единая церковь которая номинально была единая она тем не менее есть меня но он начал оложить начали старским престолом что тогда было очень важно многих верующих так как он хотел показать что вот мол един бог у нас едина страна и церкви какой я короче крутой вообще он хотел бы зародить римскую империю в прошлой границе это было его идея фикс на протяжении всего и управления можно сказать что по большей части ему это удалось благодаря собственно экспедиции именно велесери но просто я опять насчет этого но не некоторое мнение считал то что вот это вот излишняя такая имбициозность излишняя слотность прямо-то любыми способами восстановить прежние границы она в итоге я и аукнулась византии тем что ну как бы слишком много было на это все затрачено силы средств и как бы в итоге да при жизни юстиниана да там успехом это в какой-то степени увенчалось все но потом когда он уже умер все вот эти вот завоевания которые сделал велесари они они будут просто вообще там за сущие там десятки лет сразу все они пропали то есть все в итоге скатилась вернулась до римской экспедиции вот этой вот и получается что все эти услуги усилия по фактически они были за но потрачены эти усилия очень зазря а как бы ресурсы были уже потрачены и в итоге из-за этого как бы византии очень так была подорвана но есть такое предложение в принципе потому что на грани седьмого века скажем так империя вообще оказалось фактически в нескольких шагах от уничтожения и только сильная фигура иракли она смогла вытащить империю с того звездецов которые на было покинут но понимаешь здесь опять-таки сходится вопрос к тому кто является главой империи если бы после юстиниана были бы более-менее адекватные правители они вот сейчас тебе приведу пример один из один чувак был поехавший он хотел выброситься из окна он хотел выброситься короче так на этом самого короче императорского дворца другое взял все имя константин и взял себе нескольких молодых рабов короче был другой чувак который вроде был нормальным но налоги закрутил провинции все ползунки вправо применяют и красные рожицы по провинции забавно не знал как играть стратегия серии тут лохор которые были поэтому в общем но они расскажем позже правление кстати юстиниана но началось прям скажем не так уж радужно подано его не любили потому что он поднял налоги вроде бы под благой идеи восстановления храмов но действительно сложил 2 по счету с собор святой софии который был потом сужен во время достания после этого ножа стоил тот третий великий собор святой софии который сейчас стоит и там находится мечей за что строил его еще реставрировал всем храмов и других симптомов константинополь и чуток не касси по ум отстроил тушку собора здоровья но тем не менее народ конечно понимал что цели благие но кушать тоже хочется само собой тему как бы мезальянсом своим с феодорой тоже настроил против себя многих аристократов потому как все знали им просто да они все-таки хотели чтобы он узнаешь взял себе чью-то родственницу знатную подержал он берет себе желатом душу церкачку который еще славится шилю назад на проститутка шабал да да все это вылилось 532 году восстание не к и она тоже на нем болезни до началось да они там все восстание начинались не подробно потому что не к это что значит переводе как бы это побеждает убеждает им к нам подбадривали возничьих которые скакали на ипподромах то есть и народ начнет скандировать ника ника достал ножи и пошел собственно громить город и там как раз вели саре оказался в этот момент феодосии вообще сначала заперся в дворце и хотел свалить из константинополя но его кстати остановил феодорного дать ей должное сказал что муж и верить если хочешь беги но я типа останусь потому что я охоте нам не знатного рода но императрица и ему парфира лучшим салоном если он меня убьют в общем посмотрел все с ним были посмотрели на мужчины феодора и решили остаться ну там да по восстание подавлял вели зарей скандинавский наемник не помню как его звали вдруг вели заре а кстати и евнух нас с вели заре с этим наемником они тайно вышли с дворца собрали части которые были еще верну императору неожиданно напали на тех кто находился на ипподроме рядом с дворцом начали гнать их по узким улицам который прикрывал нарцисс евнух заметную роль в экспедиции тоже вели заре и он крышу приказал убивать всех кто пытается выбраться из-за под ней и в итоге рифом 30000 человек погиблась не ошибаюсь сложности этих восставших но надо дать должность что такое кровавоподобление она все-таки сыграла свою роль и народ уже потом понял что нельзя просто взять сюда и сервера просто вот эти во время этого восстания был сожжен второй соборской софии который из кням начало отстраивал и потом вот он уже построил этот окончательный собор святой софии 3 не знаю помо он является самым большим собором храм собор там мечеть как право не действует тем не менее до сих пор стоит уже круто уже но нужен как бы сейчас уже даже даже уже в современной турции да он до сих пор стоит круто одним из силам константинополя все эти фотки пункта есть этом он здоровен ну то есть надо отдать должное все-таки тоже туркам этим осветом то что они как бы там не пошли как бы тоже там с уважением отнеслись к этому всему они служили мы не сделали замечать закрасили типа все фрески он там как турков у них уже стал спадать это сними за головного мозга в общем они пустили то каких-то исследователей они там что-то склопнули надпись корана поднимут резки сейчас он действующий музей то есть там можно посмотреть как-то и какие-то там мусульманские вот экспозиции там есть там и вот тем не менее вели заре а потом до стене она вправил в африку с экспедиции чтобы восстановить римскую империю в тех границах которых она когда-то была он значит сначала уничтожил креста пандалов и как-то происходит из игре в компании последний но только с тема же нравится что там в пятьсот тридцать четвертом и пятьсот тридцать пятом его отозвал в константинополь и юстиниан и сделал ему триумф то есть он прошел при параде по главному тексту тинополя представил трофеи золото его там одарили землями в общем он стал довольно популярной фигурой империи любой парководец который одерживает лишь победу потом он захватил сицилию осаждал неаполь кстати сказать что вот население италии который находилась под годами она крайне не то чтобы негативно поначалу она с таким недоверием относилась к экспедиции которую прислали византийцы с одной стороны да под годами же вроде братушки там еще такое конечно сахар но с нас понятно что естественно налоги подскочат после того как земли возвращены обратно империи будет новое управление будет более строго регламентирована жизнь в общем потом уже концу шестого века это вырвать то что жители уходили в партизаны и собственно устраивали засадами византийцы но как получается я думал с типа вот братушки там то есть наоборот на нихера подобного казачьим велизари там долин долго осаждал неаполь и предлагал там сдаться жителям неаполя они отказались и он там в итоге неаполь утопил в крови короче чтобы не был больше такого поставил там гарнизон вы желая показать кто тут у нас италии новый хозяин в 536 он вроде бы захватил рим до 536 и затем уже пошел на равену в северную италию но там дальше началась чехарда с осадами рима то есть там его риму через год обложили осадой он там держал осаду и осажденный от голода страдали год и чума началась в лагере белизари в это время маневрировал подровенные долине реки по в общем там была одна осада не что потом сняли лагерь сожгли отступили когда узнали что один из отрядов вели заре он захватил хорошо них в толу в 30 километров город порой типичная ситуация блин в тот уговоре блин когда ты бы на видишь идешь осознать осаждаешь танкет мразь короче сзади все в итоге ждал и проводит время также он уже после захвата рима начал страдать от недоверия истинян и истинян направил в италию евнуха нарцесса здорово как только бы хотел уравновесить вели заре боясь что тот узурпировал власть но здесь надо сказать истинян он серьезно прочитался потому что все таки вели заре имея огромное количество возможностей узурпировать власти объявить этого не делал императором он всегда оставался верным империи даже когда собственно он был в немилостью истиняна и феодора то есть он был истинным патриотом византии ну в общем нарцесс опять пришел в армию с подкреплениями был создан военный совет или там решали в общем что делать какие-то принимали стратегические решения опять-таки обложили равенну осадой но дело в том что истиняна он являясь выдающимся подководцем и действительно военным гением он не умел расположить к себе свои войска именно сделать своими братьями скилка разноречье был не развал короче может и был разве к тем не менее как тут может быть не уделял то много времени в то же время нарцесс или наоборот имея тайное задание истиняна приглядываться и за ремонт во многом настроил офицеров армию свою пользу замечательный случай что когда истинян отправила север италии отряд в 2000 человек там снимать снимать а захватывать милан подбирать его готов верону и прочие города либо от отряд он занимал эти города оставлял в них гарнизоны и в них осталось того что же 500 или 600 человек того отряда который пошло стенян и когда годская армия подошла и взяла в осаду милан гостинян приказал попробовать готов милана помочь жить они сказали что не вы подчиняемся их только нарцессу будем ждать от него приказа и поэтому ты ему ламини команду шоу лица на тем менее истинян кстати очень хитро вышел из осады из тяжкого положения при ровенье то есть он не хотел давать бой чтобы угробить огромное количество своих вражеских он сделал как ему король вест готов и витигес вроде бы витигеса назвали он прислал ему предложение давай короче ты возложишь на себя императорскую диадему а я стану верным союзникам всех приходит нам к тебе в армию пойдем на константинополь и стена опять оказался шанса но создал видимость того что да он согласен значит и вышел сказал просто этим посланникам да я согласен принимаю впустите меня в равену они впустили вам равену он благополучно пленил готского вождя и вместе с ними отъехал в константинополь собственно захватив грубо говоря равену без одного крупа трюжа бахит хит 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 разом и конечно еще не скажешь ну равен напала в 539 в 540 там опять возникать персов которые усмирили придали но тем не менее но все равно продолжили они но не постоянно саждали еще извини меня парфянский вопрос он был еще у старой римской республики знаешь она как она как 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 раз вот этот мне напоминает приносят мое прохождение потому что все время вот эти отморозит бы на них для бью-бью-бью они да там сначала типа видит что их бьют они такие о мир давай мир там даже деньги тебе заплатил а потом снова как раз и пока их был с ними до конца с ними не разделаешься они так и будут дослаждать вот эту применяющих бесит значит как по истории так и было бы лучше несмотря на то что велизари он вернул в италию состав собственно брат на римской империю также замерил лирию и африку все-таки спецов как раз таки после того как персы они набили войну опять византии пома не разграбили антиохию я смешу да не захватили разграбили антиохию и в общем юстиниан естественно когда это увидел схватился за голову мол как же так у меня на одной стороне с одного фронта война с другого фронта значит делать он отозвал велизари чтобы тут сажался против персов но через два года там разорвалась византии чума в общем начали значит преследовать скажем так неудачи что и серию что правители почему война там протекала с переменным успехом чума косила ряды хлебных провинциях в общем не в это же время кстати феодора она начинает скажем так велизария принижать в глазах юстиниана какой-то степени клеветать на него но этому была причина потому как есть не она во время чумы тяжело заболел он тоже жертвует и чумы и так так как тогда выбор наследник он принадлежал если император не мог решала армия практически вся армейская верхушка находилась на войне с перси на востоке и они между собой вот эти команды еще не решили что до того как бы как не умрет и синян не закончится война они никаких действий и решений судьбоносных не понимать не будут и когда это донесли феодоры она взяла власть свои руки потому что есть я был не в состоянии лежал из расположения армии вели заре еще одного полководца того товарищу просят в тюрьму на 30 лет с вели заре им так сделать не получился потому что слишком популярным народе но его лишили всех каких-то почетных титулов на него земли какие-то заслуги и можно сказать сослали не то чтобы в сук но короче писали ему уехать свое имение причем она знаешь как сделала не стала выбирать типа указом то что я там проскрибирует его имущество нет она прислала к нему в дом слуг сказав что мол я приказываю принести тебе все твое имущество мой дворец хитроша появлены 548 вроде бы феодора умерла и к этому времени же выздоровел ли стене он и хоть он был в страшном трауре по поводу смерти своей любимой жёнышки он тем не менее все вот его это влияние феодоры которые она на него оказывала по части вели заре но развеялась и в общем-то он потом уже с ним общался как со старым другом и вели заре свои последние десятки лет жизни он провел у себя в каком-то во владении анатолия спокойно попивая наверно венцо какой не знаю ну чё в принципе тоже не самая плохая его 6 ему там были возвращены часть тела выпущен компенсации умер как бы в своей постели спокойно хорошее завершение жизни для группы великого им пока вот ну да тем более все времена когда там везде там этим императором там за гору и заговоры какие-то казались блин там там тоже тоже там участия аэция например то есть вполне себе даже неплохо получилось насыщенную жизнь прожил данные стене опять-таки ударился в теологические эти споры которые не разрыв до самого конца византии истории они происходили в империи тоже там на птиц киеве еще он усверял сдавал какие-то дикты с том что там честно говоря вот я думаю что те кто там учится в семинар на освещение конечно знают я вот пытался читать там вот если значит стоит 30-летней войны которая там по 10 сражений вам в один день когда велось мелкие вот если вот в дам ничего не понятно как чего когда происходило то вот в этих вот религиозных тяжбах с ересем взять и ощущение при этом можно разобраться серьезно там столько всяких этих мелких сект каких-то таких таких что-то в одном городе такая в городе такая в империи такая то там что-то два месяца там она там в милости и два месяца она там в немилось что-то один и дикт другой дикт серьезно в общем не знаю если бы я был византийцам того времени я бы не удивительно дам на самом деле после смерти юстиниана правил поехавший юстин опять его звали как и дядя юстиниана хотел там выбрасываться из окна там даже решетку пришлось поставить в дворце набрасывался без всякого повода на этих самых на посетителей с мечом короче посыл у них с мечом особенно в то время когда персы они продолжают свою войну они взяли дару крепость которую отбили не разграбили сирию захватили египет ну и в общем горел восток выгорел южной провинции и казалось бы надо было что-то делать а линейка императоров этих ужасных она никак не заканчивалась и маврикин который все пулзунки вправо загнал апогеем всего этого действия стал император пока это лютый звездец в конце шестого века и он вверг империю в полную анархию то есть он что-то без суда и следствия по приказу там хватали знатных горожан на улицах пытали заставляя дать все свои деньги он что-то там обложил непомерным налогом одних при этом до полную свободу действия там каким-то другим классом безоговорочно поддерживал одну партию и набил он поддерживал полный зеленых набил синик если не ошибаюсь правильно в общем распустил почти пол войска то есть в то время как бы армия византия насчитывал 400 тысяч человек а когда дело принял раклии там было едва ли 140 150 настолько сильно сократили армию не обалдеть он в 4 армейские рацион чтобы пополнить казну и идиот блин в результате бунтовалась куча гарнизонов которым потом то что он пытался усмирить какие-то наемниками с аврами и варварами ну и в общем это закончилось с тем что в карфагенском экзархате которые то что осталось от африканского завоевания она там был два экзархата карфагенский какой-то триполитанский ливийский короче как такой там правил экзарх раклий но был сын тоже раклий и они решили что тот звездец который творится в империи ранее от короче кончать за них тоже далее окончать в итоге собрали армию собрали флот по и в константинополе народ он с радостью грубо говоря выдал ираклию факу его привели в корабле его и рак или спросила было что-то так плохо говорит правил империи что там на что ему пока ответил не факт что ты будешь степень это наверное предопределила довольно славное правление раклия наверное вспоминал в трудный момент этот разговор спокойно то тому как попрекнул ну и раклии 1 он наверно один из самых славных императоров византии потому как он сделал много чего во первых он реорганизовал армию то есть армия византии она стала тем что уже привычно человеку которому который слышит слове сочетание византийской армии и там более привычно тому что игроки могли видеть в медиеву стали проще то есть он во первых провел фемную реформу в не отжатых землях в анатолий в современной турции он сделал четыре крема в каждый который он поставил стратега стратегу он имел не ограниченную власть на тему он имел право сдавать и собирать земли он мог там создавать называть всякие там советы и в общем воинов и все проще но тема она заключал чем то есть земельный надел он давал свое владение семье взамен пожизненно вечно взамен на то что каждое поколение будет выставлять воина в регулярную армию действительно как бы очень шаг такой логичный и грамотный и в результате чего фема она можно сказать спасла я к империю от неминуем гибели и позволила ей выдержать натиск со стороны империи сассанидов и дальнейшем уже арабского мусульманского звания в какой-то степени также он провел борьбу с коррупцией он назначил огромные штрафы коррупционерам других он там под страхом смерти вынудил выплатить огромные компенсации в казну лишил тоже менее и установил за ним плотный надзор между прочим в его время относится к первое вот такое пожертвование большое греческой православной церкви на группе про спасение империи потому что тогда начале седьмого века действительно византия она могла благополучно под натиском сассанидов пасть потому что был потерян египет хлебная провинция перепала полностью потерято сирия но чуть ли не половина все анатолий тоже было уже все очень плохо картинки и отлучается цивополь и там написано получается к тому времени смотри у них италии уже не было или было все-таки там что нашествие лангобардов потом было вот и типа не италию потеряли стали у них осталось сицилия и носочек от самого итальянского и остался там если тоже куски вот в африке да там карфаген тип у них же был а в африке он держал сыровен но и земли валерий там да там был много чего было нашествие готов которых разбивал нарсес потом дурки то к чему и варвар ну и потом до пришли лангобарда огромный ордой в общем раскатали римлян почему римлян это было честное преимущество войскам то есть там в одной битве 30 тысяч на византийской армии она была уничтожена по 12 и 13 тысячным войском на бар заманили их там засаду и перебили практически всех всех воинов жалости но это да потом там италия она распалась на несколько независимых королевств варварских ну который потом просто получается нам на тот момент когда иракли был но у них там еще было у них там были балканы было гребцы было вот вот этот 5 современной турции до турции передняя азия и в принципе все да больше них нихрена не было по сути потому что как как-то сказал сирию отжали до египет отжали у тем не менее ирак ли он он как бы я не помню какой же историк дам так практический что он был сделан из того же материала что и великие цари древности так сказали мало того что он был визуально таким красивым физически сильным мужиком настоящим воином он был грамотным стратегом и провел смог провести вот эти вот реформы фактически всего там начиная от рекодификации римского права и заканчивая теми же самыми темами создала фактически новый облик византийской армии которая уже вот состояла не из наемников варваров а из грубо говоря граждан на империи из рамеев он совершил ряд экспедиций там в сирию потом возвратил обратно и египет и собственно кульминации всего этого дела стала битва при неневии в 627 году когда его там вызвал во время боя сосаницкий полководец короче поединок иеракли ему в поединке отрубил срубил голову но естественно это морально так повлияло на римлян сами в итоге битва завершилась полным разгромом сосали до восточных этих товарищей до копченых были возвращены реликвии которые были утеряны при захвате и выживающего места различные всякие тоже они были увезены но вернул короче на тиране утерянные земли получается ненадолго он вернул конечно другой разговор то что после того как он их вернул и из сани да и византии они были настолько истощены что и те и другие они пали грубо говоря жертвы арабских завоеваний да там уже арабы подтянулись но если сани да они как бы были выпилена фактически полностью то есть вошли в состав халифата ну код там до арабского халифата там я не помню как он звался то все-таки византии она к противлялась держалась тысячу лет до с переменным успехом ну да пока там османа не не пришли даже начали 11 века у них там получилось отобрать обратно на долгое время египет и побережье сирии африки то есть тем не менее арабские завывания тем такая сам прямыш когда куча народа с именем господа на устах да там просто за граж идет он просто за граж и старкрафта блин крестовые походы как обещаниями против религии но блин с именем господа бога мочи и ближнего своего людей это за богом простит конечно конечно там до убийства смертный грех от похер главное там этот как вода освободи там все эти наши имение блин это я тоже чтобы согласен не знаю насколько там правда но не нам судить скажем так скажем так но после этого как бы византия она существовала в границах фракии пелопоннеса греи греции бывшие лады одно время там выставил бла сицилия который правда потом опять-таки захватить варвара италия там они стаж переменным успехом дарлись как бы они был сначала носочек сапога потом их вытеснили захватил подошву каблучок обратно такая чехарда да в основном они как бы держали анатолию современную турцию острова крит и кипр ну и с переменным успехом дрались за сирию там за антиохию и за армению ну армянский вопрос он кстати тоже настолько же стар насколько и парфянский вопросность армения она всегда была между двух огней между римской империи с одной стороны и между восточными вот этими парфянами потом сосанидами с другой и естественно армяне они как первые а там кстати что интересно насчет армян они вроде христианство ты вроде даже раньше да 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 одни мистер из первых то есть получается они были близки с византийцами по религии получается они старались естественно в основном симпатизировать и помогать византии но были периоды когда им приходить им приходилось помогать и сосанидам поставлять там и войска и ресурсы сама армения находилась посередке да там между так тяжкая судьба потому что все-таки такой маленькая гордость и хоть и сильным государства но зажатая между молотом и наковальник не позавидуешь само собой да не позавидовать им сложно и естественно их история она во многом печально потому как ну даже считая начале прошлого века тот печально известный геноцид армян опять таки потому что под турками мусульманами тоже жилось не сладко но тем не менее общем византийская империя она можно сказать прижила второй рассвет уже в эпоху василия второго он же болгаробояс который смирил болгар показала там выколоть что-то по моему из десяти человек там или 100 человек там 99 были выколоны глаза и одному оставляли один глаз чтобы он мог типа отвести этих своих товарищей домой не стал принять лишь сделал всех слепыми и вот так вот ставил небольшое что человек с одним глазом чтобы те могли вернуться домой поэтому мы прозвали болгаробояс это же какой был год тоже был восьмой век до болгаробояс уже 10 11 10 11 балдись как как какой суровый парень просто но я удивлюсь скажем так он справедливый время еще есть надо да конечно он пополнил там и казну были при нем даже вырыты в константинополе новые подземные хранилища для собственно золото и средств потому что настолько хорошо он проводил политику он там если не ошибаюсь не то чтобы дружил но как бы так тепло относился к славянам при нем же и ускрестилась и киску князя выдал то есть сам понимаешь там и варяжки этот корпус на византийский был составлен в 1017 и в 1016 году я не помню русские воины как раз таки ручки сюда приехали и собственно оказались на службе император но тем не менее опять-таки у него был преемник никифор 2 тот еще товарищ опять ваш как бы один там ушел ну поехавший другой был этот который не мог и пока мордику эпохи долбаевов короче но знаешь мне мне почему так казалось что в принципе вот во времена древнего рима были на вот таких вот поехавших было куда меньше республика республика она всей своей какой-то вот такое то что при республике не во многом как бы нету единства с одной стороны там и она в сенате эти сенатор тоже там прилип потом заговор уже это было больше вариантов да республика она по своей структуре предохраняет государства от узурпации власти неправильным человеком да она лишает за что преимущества и динаричной власти если были нынешняя власть находилась в руках действительно сильного правителя но в то же время так и сильных правителях все-таки немного как немного и выдающихся людей в человеческой истории то не республика она долгое время риму охранялась то есть сенат был спокойнее как именоваться гарант такой высшей власть у них сама там было и гражданской война за горпотелина там и сула этот чувак который до 80 лет что-то трахал на рабы вообще таким мужиком разруливал мог фору там дать подписали чем фору во всем мне значит меня что-то вспомнился про код там где-то в краснодаре там репортаж про кого-то казака короче делали там кого-то тоже в 80 чем-то летнего то что он там читать него там как женщина то тоже там ребенка за имела блин жесть жесть просто ну да такие дела но тем не менее после вот уже василия 2 болгара бойца уже начинается полное полномерное угасание жарим восточной римской империи в 1205 году вроде бы крестоносцев вместо того чтобы идти освобождает да кстати вот это вообще крысы вывезли все золото за счет чего очень сильно поднялась венецианская республика оказать там ада это же венеция короче вот тоже после этого разгрыли к цинополе в ломбарде иначе образовываться ломбарда сам понимаешь да работал все пошло риски my общины ребята они умеют извлекать выгоду абсолютно из зима даже с галоном не кажется кроме конечно ситуации когда их запихивают в газовую камеру но это уже другая история а так как бы в плане таких вот торговых не знаете нации ребята 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 такие уже усилились в стрессе дачно начало существования в византийской империи и первых ее столетий была сильна именно все-таки восточная но греческая церковь плане византии патриархов и вследский собор и созывались в константинополе в то же время уже концу существования византии более сильным было вот именно католическая церковь и с одной стороны византийский император не обращались католикам как братьям по вере за помощью но кто католикам с одной стороны помогали вроде бы там прислали на вас совсем да мне он в то же время помогали они не за бесплатно что-то там принять какой-нибудь там один там документ который услуга за услуг короче нет чтобы помочь задарма братьям по вере нет но итогом как бы стала но вы короче поняли дать да теперь то есть доверяйте побольше вот эти вот ребята да они вас потом сам же сами же блины нож в спину воркнут про то и разговор идет апогеем этого стала греческая уния флорентийского собора в первой половине 15 тысяч 438 и тысяч 445 короче там проходил ferrari в риме короче нескольких городах в общем там была принята уния как бы что говорила что стопольский патриарх подчиняется патриарху римскому это нанесло окончательный удар собственно по народу византийской империи потому что единственное на чем держалась воля греков на протяжении 15 века и до захвата константинополя турками это собственно вера православная когда они видели что император подписывают тунию с католиками это все все последний шаг в пропасть и трое потом как бы отменил когда увидел что какой но уже поздно но был уже поздно ну как бы потом уже с этим можно срезать то что все-таки центр православной веры он сместился из константинополя в москву поэтому как москва 3 типа но вот откуда взялось это выражение да и причем наш самая самая была паршива как как бы то было то что как бы и византии вроде как бы против этих как у османов ты никто и даже не помог да надо что там в одиночку с ними европейцы потом за это очень сильно поплатится тем что османы они дойдут чуть не до территории современной австрии швейцарии и уже потом вся европа она будет огребать собственно последствия сделала выбор но опять-таки флагманом вот этой европейской борьбы против мусульманских завоеваний будет между прочим испания то есть это ребята которые вообще все испании от латиносы потом колонии которые они ярые католики вплоть до фанатизма их как бы грубо говоря испанская ксар спас канадца она была выкована в горле борьбы вот именно религиозный сначала река дашь мавры сначала были вот один староцин это все дайте сначала британские войны да 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 они отвоевали испанию отвоевали африку потом они и пряж допустим сражались с турками тоже от битвы или панта да она как почитается там венецианская основном республика но их можно понять принцесс там была куча испанских наемников фактически во всех войнах которые европейцы вели против именно арабов мусульман ребята в общем наверное в какой-то степени поэтому они смогли так быстро покорить землю нового света уничтожить этих индейцев потому что все таки из испании она на протяжении трех с лишним столетий являлась флагманом европы по части и искусству военного делая те же самые испанские перцы перцы долгие время да кстати считали с ней непобедимыми до 150 лет никто вскрыть не мог типа даже там ко мне идет терция знаешь такая картинка все мне как мне капец на том что а там кстати торца как там типа это была была смесь пикинеров короче стрелков рода или как мера тени как одели стрелки и ну да не всадники не пехота они как бы не могли торцу проломить нормально когда не бросались на пике стрелки собственно почти в упор расстреливали все вражеские противники такие вот дела были блин а кстати потом что они в этом в испании там тоже был какой-то у орден сантьяго что ли дали как как он там назывался сантьяго я просто помню опять же по 2 меди я бы я бы знал святого якова да да то что там типа свой там типа были типа тамплиеры были госпитальеры и вот у испанцев там еще был вот этот сантьяго знаешь везде эти были считает начиная там ливонского ордена и тевтонского на севере там до меня но не как бы были закреплены все равно там за конкретными государствами да и как бы не в каждом то они само собой же тесный орден от все-таки довольно закрытой организации но печально знаешь что религия она является таким катализатором человеческой ненависти хотя важно в то же время примерять между собой разных людей ну так в том-то и дело даже власть власть порт проблема не религия не в религии проблема в людях проблема не будем нарушать эту тему но и византия опала в 1453 году под напором турок все наверное знают историю про инженеры этого урбана который предлагал византийцам свои пушки отлить но аристократы не захотели дать денег желая сохранить их для турок естественно он пошел к туркам и сказала предложил им свои услуги турки согласились отлили эту пушку которая и проломила там стены константинополя гласят летописи не потом когда мехмет он в константинополе позвал оставшихся в живых знатных горожан сказал почему вы не дали деньги на защиту собственного государства своего города не сказали мы и по тебе хотели сохранить но и он сказал казнить нахуй идиоты блин да вот так вот бесславно причем а самое тоже интересное то что осада константинополя она там продолжалась по даже несколько лет никак этот город скрыть скрыть не могли и тоже самое интересное было то что по моему там как осаде турок противостояли помощь 7000 человек оставшихся в армии византии и да там уже больше честь была уже конечно наемниками но он там по моему под конец жизнедеятельности империи там она там чуть ли не полностью на ем чарме было вот с трудом конечно взяли а взяли ты как там по моему я слушал там как там что-то они тоже там через какой-то проход что прошли да если я знаю что генеральный штурм турки обстреливали 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 с тем проломили как бы и потом туда уже пошли и начара там что-то пом 2 или 3 атаки и на чар было отбита но турков было настолько серьезно честно и преимущество что они продолжали продолжать атаковать и когда джованни лонга этот генуазец или внецанец смотреть да не столь они там стирана граничит можно считать одни и те же ну в общем тут наемник он был можно сказать другом последнего диска императора и действительно храбро защищался своими своей дружины своей команды который он собрал и который находилась на иностранных кораблях бухте кастатинополе он был ранен и его собственно товарищи отнесли на лодку это как бы сыграл но защитник увидели что раз уж даже железное желание дрогнул то как бы еще на естественно там в основном стояли умирали как бы до последнего но не могли сдержать на текстуру уже без вариантов 6 или 7000 против больше чем 100 тысяч на армию это да это без вообще никак при любом желании хотя если бы тот момент у них были бы автоматы калашникова это ладно тоже заботила наркомании припасы вы не хватило мясом бы до шиша шапками закидали да и вот получается до 400 в 1453 году уже византии ничего не осталось а мы же героически обороняется собственно юную византийскую империю мавров лет кого-то от мавров да так что не дождитесь бы у нас уже блин на востоке хер кто остался под кроме каких-то фрегидов блины персов которые же ничего не значит сейчас 100 код остался выждать когда отила сдохнет в каком он там 442 до скриптов 442 ну и отлично потому что уже не немного остался фактически то у меня и против меня ты идти некому блин у меня уже там сожженные блин сожженных провинции блин больше чем оставшихся в живых государств в этом такая проблема тела заключается потому что если игрок он не воюет с гонами то гон и они сжигают львину огромную часть карты они сжигают фактически всю италию они сжигают территорию современных восточной франции не сжигают почти всю германию все эти степи которые наверху и с одной стороны если не вписываться против них войну да развиваешься строишь там со государства но на какой-то момент у тебя не остается на карте никого с кем-то нормально повоевать с другой стороны если ты впишешься в драку против гону ты будешь ними долго бодаться а те кого не сожгут они будут усиливаться и да да в том-то дело пока ты будешь бывать с гонами они тоже будут у вас гонами вроде все ничего порно решение хорошее а когда гонны уже рассосутся их там перебьешь после скрипта или кистя сама бьешь от телу то потом все эти ребята они естественно будут к тебе настроены негативные за бонуса по империю ну да кстати у меня уже так у меня уже так поэтому в том-то в том-то и нюансы тут палка двух концов тут нельзя как время 2 просто спокойно взять там и сходить захватить в так вот на раз всю карту приходит постоянно маневрировать там между одним между другим не причем как бы гон это глобальная угроза если знаешь такой выбор из двух зол если выберешь одно получишь один хреновый результат вилкой раз да или филкой в глаз в глаз да вот но блин мне кажется все равно как бы блин лучше дождаться пока не сами рассосутся пусть они там дохера сожгут но во первых у тебя будет время настроить экономику даже до такой степени что тебя то в принципе будет похер там торгуешь с кем-то не торгуешь то есть я там ну мне кажется внутреннюю экономику можно поднять но такими темпами чтобы в принципе ты от внешней торговли был но по факту независим то есть там чтобы ты торговал там но там а один два три государства в принципе все было бы неплохо и потом тупо копишь 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 средства и потом идешь там посылаешь на колонизацию да конечно это будет долго но зато мне кажется намного безопаснее и менее затрат на каком-то вот этапе это приводишь уже начинает надоедать из интерес пропадает у тебя на карте никого нет с кем ты можешь сражаться ты просто заселяешь выжатый территорию да 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 ничего не делаешь абсолютно тебя уже все другие провинции отстроены по максимуму заселяешь эту провинцию ждешь там по 12 ходов пока придет трос допустим я вот те то что показывал свое сохранение когда и демонстрировал это что-то 500 как вот уже год и там на карте никого нет но туда и тут кстати тоже одна такая палка двух концах типа вот этот новая фича типа там разрушение поселений но в принципе опять же в принципе в общую концепцию это все складывается вполне складно он кстати говоря вот про эту фичу то что восстановление поселений блин утеньте не кажется что это за дело на будущее то что в последующем в последующих игрок серии появится возможность например основываясь на свои поселения или например колонии мне вот хотелось бы да это особенно вот я почему это когда еще был маленький крал вторыми диву думал как же так почему нельзя вот может только какой-то крепость да 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 можно было бы свой какой-то форт основать укрепленный свой город да это было бы конечно классно опять как это реализовать не но в принципе смотри в принципе сейчас вот с с оттилой все стало ясно то есть просто они заменят как бы но не то что там типа заранее ну как бы они вводили все равно разрушенный город он все равно в том же самом месте в котором он ранее был построен он восстановится а сейчас в принципе можно сделать как типа вот есть регион да и блин не знаю там как-нибудь можно мне кажется спрограммировать что при типа не знаю вот например в этом месте бы настоит армия значит привязываем координату блин типа где стоит армия до и по и там на этом месте например разводится формы или города в это было логично потому что многие города возникали на месте гарнизонов да 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 чтоб так как бы люди были современный страстбург который был этим август и триверорумом или ну и колония гриппина тоже которая сейчас тоже какой-то город я уж не помню какой они были основаны как обросли и круга римский гарнизон оброс поселением да 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 мне кажется сейчас на данный момент это вполне вполне реализуемо будет в следующих играх правда в принципе это вполне подходит но не знаю во второй меди в 3 в 3 меди если будет 3 месть но мне кажется знаешь это эпоха вот больше вот таких вот типа колонияльных завоеваний будет в тему типа там когда там если вторую имперку сделают там до сих пор кстати вот интересно чую какую игру следующее сделают после атилы но в исторической ветви сейчас как бы основных предположений мне кажется две это либо 3 медь либо 2 имперка но чё-то мне сдается что наверное будет месяц под цифры 3 у меня кажется сказать что вторая медь стоит дороже чем имперка на 100 рублей а кстати я заметил я я заметил этот прикол ошибся август риверорум это современный трир страсбург это бывший аргентарад знаешь это мне кажется об этом все равно мало кто знает как ты повторюсь об этом я уж поправлюсь надо бы наверняка людей кто-то посмотрит наверняка кому-то не понравится то что такая серия непонятно тем более что я делал какие-то паузы ладно в целом паразит номер раз уж ты по целом да 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 в целом я думаю отлично поговорили блины в принципе чат такой неплохой формат на самом деле то есть там игру там запускаем фону мы рассказываем там тематически какие-нибудь но что-то типа подкаста до такого бы исторического конце концов я старался какие-то такие узнаешь интересные истории там сосады вот тоже там с убийством этого руси над то что я помню что-то в память освежил не я думаю наши подписчики наши зрители много интересного почерпнуть по после после этой серии я даже не не удивлюсь если потребует добавки вообще не удивлюсь и так дорогие друзья вот собственно наш сегодняшний разговор про византию плавно подошел концу опять же если кому-то там вдруг не понравился формат новым приношу опять же мои изменения потому что не записался во время записи микрофон поэтому как бы а решили вот записать таким форматом ну а если все-таки вам такой исторический формат до у понравился то пишите об этом конечно же в комментариях то есть что вы думаете по этому поводу а если очень большому количеству людей вот именно такой формат пришелся по душе если он он вам понравился ребят то тоже буду рад слушать ваши мысли по этому поводу то есть может быть стоит например открыть новую такую рубрику да где не знаю там фоном какая-нибудь игра там там идет какая-нибудь битва да да там из total lore и мы например будем обсуждать какую-нибудь там например державу или какого-нибудь там не знаю там какой-нибудь там короля императора или все в этом духе само собой если уж делать рубрику да если сделать такие видео то само собой хронометраж надо уже поменьше делать да не полтора часа полтора часа вот был собственно говоря по той простой причине что я я я я планировал делать обычную вот именно серию но получилась вот такая вот необычная серия однако где-то примерно вот видосики там тоже там на полчаса на 40 минут и по какой-то одной тематике я думаю можно в принципе сделать неплохо ну короче пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу потому что вот опять же я говорю не было бы счастья до несчастья помогло забыл записать микрофон до shadow play мы вот с тюрцом решили вот так вот с оригинальничать скажем так и я думаю у нас это вполне себе получилось но это как мое мнение свое пишите опять же там в комментариях свое мнение высказывайте по этому поводу стоит ли нам там делать отдельно такой проект или нет вот а так в принципе по вот этой серии что хочу сказать от себя дополнить дело в том что в этой серии мы с вами отбили очень важную область это пальма это во-первых а во-вторых друзья мои как вы сейчас уже под конец серии увидели мы захватили у мавров новый карфаген и это скажем так переломный сейчас момент в нашей компании потому что после этого мавры с нами ну точнее мы предложили мавром мир чтобы уже пожить в мире и вот сейчас уже вне записи да как когда я уже ни с кем сейчас на данный момент не воюю но кроме персов да но с персами они себя пассивно введут короче время сейчас у меня настал такой момент просто экстенсивного внутреннего развития то есть я сейчас долгое время ничего захватывать не буду и вот сейчас я думаю стоит ли мне записывать серии где я просто развиваюсь да то есть вы будете смотреть именно такую скажем так градостроительный стимулятор больше чем total war вот или же мне начать уже записывать серии после того как я уже внутри империи там все разовью вот сейчас я по этому поводу думаю но я думаю все таки пока что в принципе можно подзамените византию последним римлянинам да ну и либо если вам тоже будет интересно посмотреть застройку империи то ла ладно уж я буду дальше снимать а вот на данный момент у нас сейчас 65 поселение захвачено по военной победе надо по моему сколько там 90 что ли поселение за захватить либо выполнить культурную победу в принципе я даже ближе к культурной победе чем к военной там надо 75 поселение захватить и построить там еще по моему 22 постройки это императорский дворец и там еще что-то и мегаполис по моему называется ну короче говоря вот такие дела в принципе на самом деле уже до конца кампания я так посмотрел но не не так уж не так уж долго времени осталось поэтому а потихонечку помаленечку будем приходить к эпическому а финалу завершению до либо к военной победе до либо к экономической победе император этот какой имперский триумф я уже до этого дворить не буду потому что блин там надо действительно чуть ли не всю карту захватывать смет не надо в принципе вот такие дела друзья мои всем спасибо за просмотр надеюсь что вам понравилось опять же пишите свои мысли в комментариях всем спасибо и пока с вами был вся мощи на страже вашего интересного времяпрепровождения новых знаний вашего досуга всем спасибо и пока до скорых встреч еще увидимся